Здравствуйте, я Александр Герасименко. Голливуд сегодня называют фабрикой грез. С бизнес-стороны правильно было бы назвать его фабрика стартапов, потому что каждый новый фильм это продукт на сотни миллионов долларов, который выводится на рынок впервые. Есть четыре правила, которые помогают Голливуду значительно снизить риски и поднять шансы на успех каждого из фильмов. Если мы возьмем эти четыре принципа и интегрируем их в любую другую индустрию из киноиндустрии, они также будут работать, снижая риски и повышая шансы на успех. Принцип первый называется presentation first. Он означает, подумай сначала о той презентации, которую увидит твой клиент, и позднее уже изготавливай продукт. Если твоя презентация не продающая, ты не делаешь фильм. Возможно, смотрели фильм, который называется Arrival, прибытие. В этом фильме на Землю прибывает огромное количество космических кораблей, выглядящих как большие летающие камни. Они зависают над Землей, и на обложке этого фильма мы видим висящие над Землей камни. Написано «прибытие». Вам интересно? Мне было интересно. Я пошел в кинотеатр и посмотрел этот фильм. Но как фильм снимался? Сначала они думали о presentation first, презентация первым делом. Потом протестировали ее, поняли, что людям интересна такая обложка, и сняли фильм, но уже держа эту обложку в своем сознании. Сегодня, если вы вводите продукт, и ваш главный канал продвижения – это Яндекс.Директ, то вы сразу думаете, как называется ваша ссылка. Вы думаете, четыре самые главные ссылки, которые будут кликабельные в Яндекс.Директе, в тех платных объявлениях, которые появляются в самом верху страницы Яндекса. И вы это держите на уме в самом начале, presentation first, и сам продукт получается уже второстепенен. Есть три главные правила, которые находятся внутри правила presentation first. Первое. Ваш presentation обязан рождать настроение. Посмотрите, что они делают в Голливуде. Они снимают трейлер. Трейлер – это набор отрывков из фильма, самых интересных, где-то две либо три минуты, которые первым делом формируют настроение. Я вижу, как сегодня люди снимают фильмы о своих продуктах, и это сухие, роботические презентации. Вот как мы это делаем. Никому это не интересно, ни одному человеку. Вы обязаны в вашей презентации рождать настроение. Почему Голливуд вкладывает такие большие деньги в саундтрек, музыкальную дорожку? Потому что она создает настроение. Почему они делают такую мощную нарезку эпизодов, показывают такую динамику? Потому что динамика создает настроение. Если у вас нет настроения в презентации, у вас нет презентации. Второе правило, которое относится к категории presentation first – это ваша презентация обязана рождать любопытство. Посмотрев на трейлер, на отрывки из фильма, вам интересно, что же будет дальше? Как этот герой попал в эту ситуацию? Какая будет дальше эта история? Как этот эпизод вписывается во все остальное? Я хочу быть там. Если у вас нет любопытства в вашей презентации, получается, что вы не побуждаете человека сделать следующий шаг далее к товару, далее к вам, далее к вам прийти в офис. И третье правило внутри presentation first – это ваша презентация обязана вызывать доверие. Сегодня мы живем в временах сумасшедшего кризиса. И кризис – это не экономический. Это кризис доверия. Люди разучились доверять друг другу. Каждый пытается кому-то чего-то продать. Чтобы обойти этот кризис доверия, вы обязаны показать прозрачную презентацию. Обращаю внимание, нам не рассказывают в трейлерах или в каких-то видео о фильме, кто будет в нем сниматься, какую роль он играет. Нет, нет, нет. Нам показывают именно отрывки из того фильма, который мы и увидим, сидя в этом кресле в кинотеатре. Идея простая. Почувствуй сейчас то, что ты будешь чувствовать во время просмотра фильма. Это называется прозрачность. Мы тебе дали именно то, что будет там. И это было три правила. Вы обязаны ждать настроения в вашей презентации, формировать любопытство и доверие добиваться именно прозрачностью. Это был presentation first. Второй принцип, который использует Голливуд для минимизации рисков и повышения шансов на успех – это presentation second. Обращаю внимание, что после показа трейлера нам часто показывают актеров, которые приходят в студии и рассказывают, как этот фильм снимался, что происходило. Я смотрел недавно Том Круза, он рассказывал о своем фильме «Миссия невыполнима шестая», как он сломал ногу на съемках фильма. Он падает, нам показывают замедленные кадры, как ломается нога Том Круза, он бежит, хромая, потом говорит «Ребята, я извиняюсь, мне нужно в больницу, я сломал ногу». Что достигается в такой ситуации? Нам показывают не просто presentation first, первичная презентация, что мы почувствуем, сидя в кресле этого кинотеатра. Нам показывают presentation second, как это снималось. Это история об истории. Помните, что мы живем в кризис доверия? И нам показали, что вы будете чувствовать. И вот как это формировалось. Это рождает сумасшедшее доверие. Более того, это рождает симпатию к актеру. Мы понимаем, как это быть Том Крузом. Это рождает сумасшедшее доверие. И это обязательно. В вашем продукте, вводя ваш продукт, в вашей индустрии, вы обязаны раз – показать прозрачно ваш продукт, и два – полностью показать, как это делается. Но не попадайте в такой западню, в которой вы расскажете, как он делается технически. Ни в коем случае. Самые сильные продающие, рождающие больше любопытства презентации – это уходящие на уровень ниже. Не как мы это сделали, а вот что мы чувствовали, когда мы это делали. Вот какие эмоции были у нас во время изготовления нашего продукта. Вот какие у нас были отношения в коллективе. Это самое интересное. Делайте presentation second, вторичную презентацию, которая покажет, как делался тот продукт, который вы показали в первичной презентации. Presentation second означает – снимите фильм. И именно фильм является максимально прозрачным. О том, как вы изготавливали ваш продукт. Не уходите в технические талии. Покажите человеческую сторону изготовления этого продукта. Следующий принцип, помогающий минимизировать риски при выводе любого продукта на рынок, называется audience first. Audience first означает – возможно, вы смотрели фильм «Деяло носит Прада», «50 оттенков серого», «Гарри Поттера» и «Властелин колец». Что общее между всеми этими фильмами? Они такие разные, верно? Они очень похожи с бизнес-стороны, потому что при издательстве всех этих фильмов сначала издалась книга, а потом вышел фильм, и книга построила аудиенс, аудиторию. Audience first – аудитория первым делом означает – не пытайтесь поменять этот мир, он уже сформирован до вас. И это потребует огромных ресурсов для изменения этого мира. Идите туда, где есть голодная аудитория, найдите ее и удовлетворите нужду этой голодной аудитории. Все эти фильмы, когда выделись на рынок, была голодная аудитория, ожидающая продолжения. Люди, которые прочитали книгу «Гарри Поттера», они не просто ждали следующей книги, они хотели посмотреть экранизацию этих событий. Они себе представляли это так, но как это покажут? Им очень хотелось очутиться внутри этой книги, посмотреть, какой там будет звук, какая там будет музыка, что чувствовали герои, как они выглядят. И фактически успех был обречен. Эти фильмы были обречены на успех, потому что была огромная аудитория, audience first, ожидающая выхода этого фильмов. Одна из самых главных задач стартапа – это минимизировать риски при выводе нового продукта. И это достигается нахождением аудитории, которая ждет выхода твоего продукта. Следующий принцип, четвертый, последний, называется audience second. Audience second означает, во время продвижения вашего продукта не пытайтесь заново формировать аудиторию, не выводите новые сайты, не пытайтесь продвигать их, это занимает очень много времени. Найдите тех блогеров, тех успешных людей, которые уже имеют свою аудиторию, придите к ним на передачу, и пускай они распространят ваши сообщения по всем их последователям. Audience second означает, замечали, что в самые успешные фильмы привлекают успешных звезд. И не только плюс привлечения звезд в том, что звезда привлечет людей на просмотр фильма, звезда умеет продавать. Звезда – это поразительный продавец, потому что ее пригласят в самые лучшие передачи, в те передачи, которые не пригласят ни звезду. И там он расскажет, Том Круз, Том Хэнкс, любой другой знаменитый голливудский актер, потому что он желанен в каждой передаче, он там расскажет, какой он снял фильм, он расскажет о своих эмоциях, и он там продаст этот фильм миллионам и миллионам людей. И я резюмирую. Голливуд – это не просто фабрика грез. Голливуд – это фабрика стартапов, где каждый фильм – это проект на миллионы и миллионы долларов, часто сотни миллионов долларов, которые выходят на рынок впервые. В Голливуде разработали четыре главные принципа, которые помогают им минимизировать риски и поднимать шансы на успех. Принцип первый – presentation first. Думай сначала о том, как идет презентация, как ты привлечешь людей к своему фильму, и потом уже снимай фильм. Если презентация слабая, то у тебя нет продающего материала, и твой фильм уже никому будет не нужен изначально. Presentation first имеет внутри себя три главные принципа. Это формирование настроения, любопытства и прозрачности, которые рождают доверие. Presentation second означает обязательно сними фильм о том, как ты снимал этот фильм. Это история об истории. Людям сегодня не хватает доверия. Показ обратной стороны своего продукта означает, что ты строишь максимальное доверие к себе. Третий принцип называется audience first. Не пытайся изменить мир. Иди туда, где есть голодная аудитория, со своей очень яркой нуждой и удовлетвори эту нужду. И последний принцип четвертый – audience second. Во время продвижения своего товара не пытайся заново построить аудиторию. Найди тех людей, которые уже имеют эту аудиторию. И приди к ним на передачу. И с помощью их влияния распространить свое сообщение. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи.